здравствуйте меня зовут федор васильев встречаю вас пятом уроке видеокурса настройка сложного шаблона лендинг page от а до я и следующий блок который мы будем рассматривать это блок обо мне или у нас как здесь у нас он реализован здесь значит имеется вот такая необычное оформление шапки модуля любая ваша картиночка текст специальном рамке который предоставляет вот этот стиль данный шаблон и кнопочка также от шаблона в котором можно будет ставить любую ссылку и любой текст и самое первое с чего бы я начал а если вы не знаете это вам будет эта информация полезна как просматривать в какой модульной позиции например в шаблоне который вы начали изучать где находится под данный контент в какой модульной позиции давайте быстренько об этом пробежимся то есть вы установили демо данные шаблона заходите в демо данные в админку зайдем менеджер шаблонов и как правило по умолчанию настройка отключена у нас смотрите зашли в шаблоны здесь вот есть кнопочка настройки заходим сюда и вот здесь просмотр позиции модулей у вас будет вот так по умолчанию вы включить и сохранить и закрыть после этой процедуры вы переходите на главную страницу вашего шаблона в адресной строке после вашего адреса писаете слэш потом вы вписываете вопрос потом т.п. равно единица вот таким образом и enter и это позволяет нам просмотреть в каких модульных позициях находится тот или иной контент прокручиваем ниже и мы здесь видим вот наш контент обо мне и он находится у нас здесь видно позицию адв и единица адв 1 вот таким образом просматриваются значит позиции так теперь окончание удаляем так теперь давайте посмотрим а в демо шаблоне это мое демо вот у вас демо должно иметь вот такие вот кнопочки смотрите нам нужно вот вторая кнопка и нижняя кнопка потом модуль style заходим сюда здесь не шибко большие такие вариации модульных стилей вот есть вот такой и вот такой и давайте приступим и начнем реализовать блок обо мне или у нас значит заходим в админку нашего рабочего сайта переходим менеджер модулей и создаем это у нас очередной html код модуля вот этот заголовок обо мне или у нас который вам здесь нужен а значит он вписывается в обычном заголовки модуля дальше у нас имеется здесь вот это называется под заголовок я сюда вставил адрес сайта идем вот в эту вкладку который нам предоставляет данный шаблон и вот модуль sub title то есть дополнительный заголовок здесь вписывайте то что вам нужно и чтобы получить вот такой вид отображения заголовка модуля здесь же спускаемся в самый низ его 10 модуль style и у нас тут есть три вариации по умолчанию в демо сайте у нас там стоит 3 ставим 3 иконочка как вставлять вы уже знаете то есть первая иконочка в начале заголовка вы здесь выбираете любую который вам подойдет и если нужна иконочка после заголовка здесь также можете выбрать также перейдите в демо данный данного модуля он конечно же здесь будет называться не так вот обо мне у вас в демо данных будет примерно вот так я просто немножко изменил здесь идет картинка я отсюда взял кнопочку изменил заголовок у вас будет вот так вот называться заголовок данного html модуля в демо данных вы перейдете дополнительные параметры и не забудьте взять вот оттуда суффикс css класс модуля копируем и вставляем к себе дальше я разместил картинку и решил здесь вставить текст от себя давайте вставим какую-нибудь картиночку итак вставили картиночку дальше идет у нас вот такой текст то есть ваш любой текст и он идет в некой такой рамочке как узнать как устроен данный код вы переходите в демо данные вашего шаблона и вам нужна вот эта кнопка short кодов кликаем по ней мы опять же здесь пройдем все все пункты какие только есть уже позже да сейчас нам нужно именно данный вариант отображения контента и вот смотрите кликаем вот эту вот кнопочка третья снизу здесь вообще разные вариации есть я взял отсюда смотрите разные цвета есть рамка пунктирная рамка сплошная и идет сразу вот пояснение кодом видите также можно здесь определить ставить иконку или нет нужно ли кнопка close закрыть или нет потому что смотрите если мы кликнем очень красиво анимационную наш этот блок улетучиться вот я сейчас кликаю он так улетает здесь очень просто давайте сосредоточимся а вот на этом варианте смотрите идет описание кода они же как будет выглядеть и я здесь вам сейчас прям поясню смотрите color этот цвет blue голубой то есть видно вот здесь он от голубого цвета то есть получается смотрите здесь подставляете любой цвет если вы не знаете английский переходите в google транслит здесь пишите по-русски название цвета здесь вам в правой части показывает на английском языке как этот цвет называется следующий close yes то есть да то есть нужна ли кнопка вот это закрыть если ноу если не нужно до title заголовок это вот этот заголовок бордер дефаут то есть бордер это рамочка вот эта синяя рамочка дефаут смотрите если рамка нужна другая вот здесь видите пунктирным просто можете отсюда взять название рамки или здесь вот бордер есть вот двойная сплошная например вот так она называется идем дальше радиус знаете радиус 5 радиус этого скругление нашего блока его можно увеличить меняя вот здесь цифру например бог радиус 10 будет скругление еще еще более выражена и соответственно иконочка это наши иконочки которые вы уже неоднократно видели в модуле здесь ведь иконочка фотоаппарата да здесь вы подставляете любую иконочку и сейчас давайте проделаем здесь я использую двойную рамочку давайте также в примере и сделаем значит вы просто копируете понравившийся вам вариант сейчас все равно я вам покажу как здесь что меняется чтобы у вас этот материал хорошо отложился значит копируем из демо сайта переходим на наш рабочий сайт заходим в html нажимаем enter и вставляем пока код как есть ну и сразу можете вот здесь сом текст заменить на какой-то свой текст заглядывая вперед от этого замечательного шаблона есть вот такая еще интересно мультимедиа вот видите внизу вот эти кнопочки мы с вами их еще пройдем а данные кнопочки располагаются как в модулях так и в статьях то есть уже видно из названий что здесь можно встать вставить различные изображения с анимации с разной стилистика отображения так далее то бы аккордеон иконки вот это вот кнопка 2 она в принципе и есть то что мы сейчас с вами тут с кодом возимся но вы должны понимать и научиться вставлять код вот так вот а потом уже здесь легкостью будете также вставлять вот такие вот цветные блоки мы это позже пройдем и самое важное такая здесь на мой взгляд вкладками медиа мультимедиа то есть позже тоже пройдем здесь есть а как вставить видео с ютуба в любую вообще позицию также аудио также аудио можно прямо на на наш хостинг залить и что проигрывалось и видео даже можно заливать на хостинг что конечно я не рекомендую лучше конечно видео и аудио загружать куда-то на сторонний сервис до чтобы у нас если что не перегружался хостинг если конечно сайт когда новый народу мало в принципе перегрузки никакой не будет почему я вообще об этих кнопках заговорил потому что здесь вот эта кнопка 2 она дает тот же самый эффект а те же самые настройки то что сейчас мы с кодом возимся мы позже это все пройдем итак я беру свой текст для примера отсюда вы берете какой-то свой текст вот так вставляем чтобы у нас закрывался наш контейнер вот этот вот код вот таким вот закрывающимся кодом да а также заголовок тайтл вот здесь мы видим тайтл слова удаляем и пишем например обо мне или он нас давайте нажмем окей сохраним и посмотрим что у нас получилось а да я совсем забыл мы с вами не выбрали модульную позицию это вот самый первый наш модуль также здесь привязку только на указанных страницах нам это только на главной и здесь мы в принципе сделали все стиль 3 еще раз нажимаем сохранить идем на сайт и обновляем страницу я обновил страницу смотрите у нас все прекрасно получилось значит заголовок обо мне заголовок отображается выбрал иконки выбрал иконку колокольчика также все отображается значит есть фотография и есть текст и у нас здесь все хорошо встала есть кнопочка закрыть также все уходит давайте возвратимся модуль и попробуем его отредактировать смотрите давайте например уберем кнопку close значит закрыть нет можно в принципе перейти транслит если кто совсем английский не знает и у нас вот перевод будет здесь но выглядит да значит смотрите ставим здесь но у у нас green это зеленый цвет давайте попробуем написать красный красный это у нас red смотрите между кавычек аккуратненько удаляем код будьте внимательны если вы удалите хоть одну кавычку или какой-то другой код заденете у вас здесь разломается конструкция и уже не будет отображаться и часть кода вылезет на экране то есть вы нарушите здесь структуру вот будьте внимательны смотрите мы изменили цвет и убрали кнопку close давайте сохранимся и посмотрим все ли у нас получилось обновляю страницу смотрите цвет красный это видно также цвет красный и влияет на текст и на иконку и у нас убралась кнопочка закрыть больше ее нет давайте дальше произведем изменения значит дальше то это мы изменили вот смотрите бордер у нас стоит двойная вот это ведь это слово а двойная рамочка до переходим на наше демо смотрите давайте какую-нибудь выберем пунктирную рамочку смотрите вот эта голубая пунктирная рамочка на нас конечно будет красный здесь нужна именно вот эта структура нам нужно пунктирной например и она называется так вот бордер значит вот это тоже слово аккуратно копируем без кавычек здесь бордер вы свой выделяете удаляйте и control в вставить и сразу давайте смайти радиус поставим не 5 вместо нее поставим 10 и нажмем сохранить и посмотрим а вы сейчас можете видеть у нас рамка стала пунктирная углы скругленные мы изменили с 5 на 10 видно да видите все достаточно просто главное понять как это все работает и последнее что мы здесь можем изменить последние до изменили значит цвет изменили кнопку тайтл бордер радиус иконка да смотрите ну и с иконкой все просто вы прям вот в модуле в этом переходите на последнюю вкладочку и здесь просто выбираете понравившуюся вам иконку которую вы например хотите вставить вообще любую которая вам подойдет или который вам понравится давайте возьму смайлик клику и кликайте просто вот по смайлику смотрите вот здесь строке изменится название для этой иконочки но не забудьте когда вы будете модуль сохранять а здесь иконка вместо колокольчика будет тоже смайлик здесь просто нужно вам вы название скопировали нужной вам иконки здесь просто возвращаете на место ваш колокольчик или какая-то там ваша другая иконочка переходим во вкладку модуль значит находим смотрите вот icon и также между кавычек аккуратненько удаляем и control v вставляем горячими клавишами на клавиатуре ну в принципе давайте сохранимся и посмотрим обновляем страницу вот наша иконка изменилась и и последнее что осталось для оформления данного блока у нас здесь есть кнопочка сейчас мы немного поговорим как делать кнопочку и так же когда мы будем проходить более подробную типографию я более детально расскажу о возможностях там смены цвета и так далее переходим обратно к вам в демо сайт нам нужно опять типография то есть переходе в типографию и крутим в принципе самый низ у нас тут есть такие кнопочки а в данном примере я использую вот эту кнопочку здесь есть тоже интересные варианты также позже рассмотрим значит вот эта кнопочка вторая да мы ее копируем вот точнее вот этот код который здесь предоставляются в демо данных идем к нам на сайт в данном модуле значит заходим ваш тему режим и с новой строки а вставляем и и значит смотрите о смене цвета кнопки более детально мы поговорим когда будем проходить полностью типографию данного шаблона сейчас же я просто вам покажу как разместить на кнопку ссылку и как придать нужный текст на кнопку то есть вот этот бутон color класс это и есть цвет если оставить как есть то цвет будет подставляться под дизайн вашего с вот этого стиля видите здесь синий меня здесь вот красный это мы до суда еще не дошли мы обязательно это все обсудим то есть цвет кнопки будет браться из основного цвета всего шаблона когда будет у нас выглядеть пока у класс вот так все здесь это момент пока мы оставляем сейчас просто размещаем ссылку для примера вы можете взять любой адрес я беру адрес своего сайта как вставлять ссылку смотрите у нас начинается кнопка то есть вот весь ее код начинается ссылка снять ах рэф равенство потом между кавычек идет решетка значит вы решетку эту удаляйте значит и между кавычек мы вставляем ссылку целиком чтобы вот это было http протокол двоеточие два слэша и потом идет ваш адрес ну и соответственно если вы догадались текст на кнопке это вот этот юр текст то есть ваш текст удаляете это слово и пишите сюда что что угодно что вы хотите видеть на кнопке я написал подробнее нажимаем ok и сохраняемся обновляем страницу и вот пожалуйста такая кнопочка при наведении она меняет цвет если я на нее кликну я перешел на сайт который указал принципе на этом уроке все мы с вами закончили данный блок я его делал по своему демо и увидимся в следующем уроке а 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 Продолжение следует...